Добрый день, слышно ли меня? Никто мне не отвечает, знаешь, меня не слышно. Здравствуйте, Юлиана. Спасибо, Мария. Анна, спасибо. Хорошо ли слышно? Ага, все, замечательно. Мы ждем еще пару минуток. Может быть, к нам кто-то еще присоединится. Для тех, кто еще со мной не знаком, может быть, такие есть люди. Меня зовут Анастасия. В центре Гарант я отвечаю за информационное сопровождение проектов, в том числе и проектов конкурса «Активное покорение», «Культурная мозаика». Поэтому мы будем работать очень плотно и с теми, и с другими конкурсантами. Будем стараться, чтобы о наших проектах узнали, чтобы заговорили. Ну и сегодня мы разберем о том, зачем мы это делаем, как мы это делаем. И, в общем-то, какие есть небольшие, обязательные в рамках нашей с вами работы вещи. Очень рады видеть здесь людей, которые с нами уже сотрудничают. И первый год рады видеть новых людей. У нас вообще это первый раз, когда мы обговариваем информационное сопровождение в рамках вебинара. отдельно, отдельно. Но есть такая необходимость, потому что с каждым годом у нас все-таки проекты становятся интереснее. Рассказывать о них становится тоже интереснее. И, в общем-то, мы за несколько лет работы пришли к выводу о том, что хорошее информационное сопровождение не только с нашей стороны, но и со стороны участников – это возможность другим людям узнать о конкурсе, узнать о том, что это правда, что действительно выделяются средства и реализуются проекты. Как оказалось, это одна из вещей, но люди не всегда прям верят, что вот оно так бывает, что есть такой конкурс. Некоторые приятно мы не знали. Но чтобы люди узнали, об этом должны говорить не только мы, но и те, кто реализует надрешенного рода проекты. Как об этом говорить, мы будем разбираться. В том числе мы сегодня с вами поговорим о… О, презентация «Дерелистов» – это прекрасно. Мы поговорим, уже начали говорить о том, зачем можно рассказывать о проекте. Мы поговорим, где и кому можно и нужно рассказывать о проекте. Мы с вами обсудим календарный план мероприятий, который я хочу получить от конкурсантов. И мы разберем, что в него нужно вписывать. План событий для освещения – это то, что вы можете составить для себя, то, что конкурсанты культурной мозаики будут обязательно составлять для меня. У активного поколения мы можем обойтись календарным планам мероприятия. Мы поговорим немного о том, как работать с журналистами. Мы немножко посмотрим, что такое пресс-релиз, пост-релиз, как их писать. Мы коснемся социальных сетей и площадок для работы. Но звук пропадает, возможно, из-за неполадок не только с нашей стороны, но и потока у вас. То есть тут у нас вроде пока сеть стабильно висит. Мы не летаем туда-сюда. Погода сегодня хорошая. На прошлой неделе Татьяне пришлось ввести в экстремальных условиях вебинар перерывистого интернета, потому что у нас за окном вышивала едва ли не буря. Будем надеяться, что вы можете задавать вопросы. Кстати, в чате, если кто-то что-то не понял, у кого-то что-то пропало, можно будет задать вопрос. Смотрите. Где и кому нужно рассказывать о проекте? Зачем нужно рассказывать о проекте? Мы уже говорили о том, чтобы объяснить, что проект существует. Не только для того, чтобы другие об этом узнали, но и для того, чтобы мы тоже об этом узнали, потому что у нас есть такие проекты-невидимки, которые начинаются, идут. Ирина, у меня где? У меня всех. О том, что они начинаются, идут. Мы ничего не знаем. Наконец-то мы дозваниваемся к руководителям проекта. Узнаем, что проект идет замечательный, интересный. Яркий, но просто про него никто ничего не рассказывает, потому что зачем? Приложение. Мы, освещая проект, говорим о том, что существует программа поддержки. Ну, об этом я уже говорила. О том, что есть возможность что-то изменить. Не обязательно написать проект, но вообще что-то поменять. И это касается не только некоммерческих организаций, не государственных и государственных, муниципальных, но и людей на местах. Потому что мы поддерживаем инициативные группы. И тоже важно понимать, что люди, не обязательно работающие в какой-то организации, тоже могут принять участие в некоторых проектах и помочь своей территории. Мы, сообщая о своем проекте, сообщаем о своих достижениях, достижениях своей организации. Мы привлекаем к ней партнеров, спонсоров и волонтеров. В прошлом году у нас была история с проектом из дедовичей, которые рассказали о себе и которые получили партнерскую поддержку. Мы смонтировали освещение, соседнее предприятие, просто потому что поняли, что действительно что-то происходит, это важно, нужно, можно помочь. И это будет все не в бездну. Ну и разбавить информационное поле. Это вот та вещь, о которой я люблю говорить. Когда мы рассказываем о своих проектах, когда мы рассказываем о своих достижениях, о конкурсах, мы немножечко делаем лучше информационную ленту людей. То есть мы разбавляем бесконечную карминальную хронику разумным, добрым и вечным. Людям становится немножко лучше. Где и кому нужно рассказывать о проекте? Мы можем рассказывать о проекте на публичных презентациях. Это какие-то вещи, которые мы сами организуем, или которые организованы специально для того, чтобы рассказать о проектах подобного рода. Мы рассказываем о печатных электронных СМИ. Мы рассказываем о социальных сетях. Мы рассказываем на сайте организации. Мы рассказываем на тематических мероприятиях, которые устраиваем не мы, но на которых нам дают право слова. На круглых столах, в администрации, на форумах выступаем, там, где предлагают что-то, о чем-то рассказать. Это всегда. Каждой из этих возможностей нужно пользоваться. На самом деле. И собирать публичные презентации, если есть такая возможность, рассказывать, потому что это действительно может быть интересно, в том числе для журналистов, в том числе, когда эта публичная презентация сделана хорошо и грамотно. Естественно, мы должны посылать пресс-релизы в электронные, в печатные СМИ. Прекрасно. Соцсети – это уже такая достаточно распространенная вещь. И рассказывать о своем проекте в соцсетях обязательно. Лучше всего на странице в соцсетях у своего учреждения. Отдельную страницу под социальные сети проекта заводить не обязательно, потому что, как правило, она себя не оправдывает. А вот рассказывать на странице своего учреждения или на странице своего населенного пункта, кто с кем сотрудничает. Кто-то с туристическими информационными центрами ВКонтакте, кто-то с группами типа «Подслушано», у кого-то есть у своего учреждения группа вне рамок сайта. Вот это все прекрасно. Ну и тематические мероприятия, у кого какие проходят. То есть у кого-то встречи в администрации, где можно рассказать, что вы делаете. У кого-то там какие-то интересные ярмарки, у кого-то мастеровые сходы. То есть если есть возможность, нужно обязательно сказать, чем вы занимаетесь. Не только проектом нашим, но и вообще, что вы хорошего делаете. Это такой как бы залог, не как бы, это залог того, что вы, участвуя в конкурсах или добиваясь поддержки, или каких-то изменений, будете восприняты всерьез. Потому что если вы ничего себе не рассказываете, потом-таки появляетесь где-нибудь и говорите, вот нам нужно, то когда вас не знают, вы не знакомы. Помогать незнакомцу, который настаивает на чем-то, или помогать уже знакомым людям, результаты деятельности, которых вы видели и в СМИ, и в социальных сетях. Это разная вещь. Публичные презентации и мероприятия. Вообще, как правило, я не очень люблю публичные презентации и не очень люблю слово мероприятие, особенно когда встречаю его в тексте, но по-другому тут не скажешь. Это обычно формализованное событие, из которого, как правило, для журналиста вычленить что-то интересное прям какое-то сложно. Но СМИ на публичные презентации можно и нужно приглашать, не только как потенциальных партнеров. И публичную презентацию лучше все-таки делать какой-то более, может быть, наполненной. Обычно же как это происходит? Публичная презентация, когда всех позвали, посадили куда-нибудь, вышел представитель проекта, презентацию показал с фотографиями, с целями, с задачами. Это все там в лучшем случае на 15 минут, в лучшем случае на полтора часа, еще ролик можно показать. И, в общем-то, все остальные сидят, скучают и там что-то записывают, что-то фотографируют. Это все очень такое формальное, это все очень одинаковое, и все эти презентации сливаются в такой, знаете, единообразный поток. Поэтому есть такой момент, если у вас есть возможность на вашей публичной презентации создать какой-то интерактив. Прекрасно у нас выступали устьяны в прошлом году на встрече представителей конкурса. Они приехали в костюмах, они баек порассказывали. То есть само представление проекта было связано с тем, чем был наполнен проект. И, в общем-то, люди смогли увидеть не только цели и задачи проекта, но и познакомиться с людьми, которые его реализуют, которые в него вовлечены, и понять специфику. Просто потому, что веселые люди порассказывали об особенных всех христианского диалекта и вынесли пирог. И разыграли пироги среди присутствующих. То есть если вы в элемент своей публичной презентации внесете элемент какой-то игры, особенно если это презентация по итогам проекта, особенно если у вас есть что показать и дать потрогать, это будет просто прекрасно. То же самое с выступлениями на тематических мероприятиях. Но нужно понимать, что выступления, презентации вашего проекта, и кубличные, и выступления на тематических мероприятиях, они при этом еще являются вашей внутренней работой для привлечения волонтеров и клиентов. Вы можете не оповещать нас перед каждым своим выступлением на каком-то внутреннем круглом столе, но нужно держать нас в курсе о том, что вы проект представили где-то, показали. Ну а если это яркая, интересная презентация в рамках яркого, интересного события, тогда мы будем рады получить фотографии и какой-то пресс-ребиль. Как рассказывать о проекте? Ну вот здесь мы с вами обсудим календарный медиаплан для нас и для вас он важен, список СМИ, это такая вещь, о которой я расскажу, которую вы можете использовать как инструмент, и контент-план для тех, кто еще не работал с этим инструментом, тоже контент-план для социальных сетей и для публикаций на вашем сайте. Календарный медиаплан, он у вас выглядит так, он будет использоваться для мониторинга, то есть в рамках нашей с вами работы, не ко всем, что касается активного поколения и ко всем, что касается культурной мозаики. Приедем мы с Татьяной или представители наши, которые приедут с визитом, чтобы посмотреть, как у вас, что происходит, чтобы с вами пообщаться, чтобы вам помочь. То есть это не к нам едет ревизор, тушите свет, сушите весла. Это визит, такой визит помощи, поддержки, ну и для того, чтобы вы могли рассказать нам, что у вас происходит. Потому что иногда в какой-то проект интереснее съездить и вытащить из него какие-то вкусные вещи с точки зрения описания, чем дистанционно общаться. Вот этот план получают и участники конкурса активного поколения и участники конкурса культурного мозаика. В него входят пункты, что будет проведено, то есть какое мероприятие планируется, дата, место проведения, хотя бы приблизительное. Когда у вас смещаются даты, то вы просто предупреждаете о том, что они смещаются. Краткое резюме, что будет происходить, зачем участники, это имеется в виду ключевые участники, и итог или предполагаемый итог. Что касается краткого резюме и вообще наполняемости этой таблички. Сюда будут входить мероприятия проекта, концерты, встречи, какие-то выходы, обучения, круглые столы, выступления, в том числе регулярные встречи, занятия, репетиции, но сюда не входят внутренние совещания. То есть в этом плане не нужно указывать встречи внутренних рабочих групп, закупку оборудования и какие-то другие внутренние вещи. Здесь вы помещаете вещи внешние. Если у вас регулярные занятия, для событий, которые регулярно повторяются, вы можете написать о том, что стартует у вас, допустим, обучение 1 сентября и будет проходить каждый второй четверг месяца. И дальше я уже там сама посчитаю примерно. Там и занятий будет 6. А вот если это какие-то разовые мероприятия, например, презентация или отчетный концерт, или премьера спектакля, то вы прописываете. Если у вас нету точной даты, вы можете написать месяц. Первая декада, допустим, января, новогодний концерт с выступлением нашей театральной труппы. и я уже буду примерно знать, что у вас что-то будет. Перед тем, как у вас какое-то крупное мероприятие начнется, вы присылаете мне весточку на электронную почту в виде пресс-релиза, ну или хотя бы в виде просто весточки о том, что мы начнем, у нас будет. И после присылаете фотографии и резюме того, как прошло, что было в итоге. Среди участников, если вы приглашаете экспертов, если вы приглашаете администрацию и хотите обязательно о ключевых фигурах рассказать, то есть если действительно это какие-то важные для вас люди, для вашего проекта, то, пожалуйста, и в пресс-ревизах, и в этом плане расшифровывайте фамилию, имя, отчество того, кто приглашается, потому что я не могу писать в наши и тем более в федеральные ленты, там мы выслушали Петрова НВ. Это грустно. То есть в любом случае. А коммуникация, она бывает у нас с вами достаточно разорванная во времени. И если я утром задаю вопрос, то я могу только на следующий день получить на него ответ. А поскольку я занимаюсь освещением проекта в новостных лентах, то такое у нас уже, это уже плохо, потому что новость, она вот горяча буквально там первое время. И если я захочу протащить ваш проект в новостную федеральную ленту, то мне нужна будет прямо вот актуальная информация буквально в этот же день или в день после события. То есть, да, нужно это понимать. И журналистам, кстати, то же самое. То есть если у вас прошло событие, и вы через две недели журналистам о нем написали пост-релиз и отправили фотографии, то шанс попадания его в какие-то СМИ уже меньше, чем тогда, когда вы сразу рассказали о том, что у вас произошло и прислали интересные фотографии. Это вот нужно понимать. Вы работаете с информационными поводами. Это такой момент, когда у вас есть, что рассказать о проекте. И вы работаете с журналистами через систему информационных поводов. Вы о своем проекте можете... Информационный повод это вот... Зачем мы можем, по какой причине, по какому поводу мы можем рассказать о проекте. Мы можем рассказать о нем, когда у нас есть официальные или неофициальные профессиональный праздник, который касается тематики нашего проекта. Это для активного поколения. Это день пожилого человека. Мы можем рассказать журналистам о том, что у нас проходит проект со старшим поколением. Для культурной мозаики это может быть день работника культуры, день города и для тех, и для других. Для активного поколения для культурной мозаики. Праздники промыслов, праздники мастеров. Вот это вот тоже повод. Рассказать о том, что вот у нас есть еще вот это. Для различных организаций, некоммерческих, например, для российского общества слепых, это день рождения организации. В том числе. Это может быть юбилей вашего омбука, это может быть какой-то праздник календарный, в рамках которого вы тоже работаете, особенно это касается для проектов, связанных с традиционной культурой. Да, то есть вот тут широкий спектр. Информационным поводом для работы с журналистами и с нами в том числе являются мероприятия, которые устраиваете вы, особенно если в них принимает участие кто-то особенный или они какие-то особенные эти мероприятия. У нас в Гдове в 15-м году была прекрасная гдовская толока мероприятия. Люди толкли лен в деревянных таких специальных устройствах, они позвали людей, позвали администрацию, в общем, предлагали всем желающим. Получилось очень красиво и интересно. То есть когда там люди подходят и пытаются помять этот лен в перемешку с одетыми в традиционные костюмы участниками проекта, это выглядит очень красиво, это интересно, это особенное событие и понятно, что оно привлекает внимание. Мероприятия, на которых вы выступаете, вы можете написать нам и журналистам, и мне как журналисту, можете написать о том, что вы собираетесь выступить на большом форуме, да, и в том числе на нем рассказать о проекте, это тоже будет инфоководом, и вы можете написать своим региональным журналистам о том, что вы со своим проектом уезжаете на выступление или просто куда-то приглашены и будете рассказывать о вашем населенном кумпте, о вашей организации, другим людям, местным журналистам, это, как правило, должно быть интересно. Это могут быть какие-то конкурсы, которые проходят внутри вашего проекта в устьянах, прошел, например, конкурс сувенирной продукции, прекрасный информационный повод. Это может быть открытие проекта, закрытие, знаковые проекты, события внутри текучки, например, генеральный прогон спектакля, у нас достаточно много проектов, которые связаны с театром, да, пожалуйста. И яркая фраза о вашем проекте, яркое мнение участника проекта или медиаперсоны. Не везде есть медиаперсоны, да, не в каждом, не в каждом проекте, и не всегда они рядом присутствуют, да, там какие-нибудь интересные люди, чтобы сказать, вау, как у вас все круто, но иногда сами участники проекта могут сказать интересную, важную фразу от души, вокруг которой вы можете выстроить информационный повод. То есть, даже если у вас вроде бы такой проект, не подразумевающий каких-то ярких всплесков, там обучение чему-то, очень часто с обучением компьютерной грамотности нечего особенно вытаскивать из проекта, да, яркого, но вот оп, человек сказал, что это вот важно для него, да, или что он чего-то добился, или он смог что-то сделать, чего раньше не смог, не мог без знаний, которые вы ему дали, и вокруг этого вы можете выстроить уже информационный повод, рассказать о том, что вот ваша работа помогает людям добиваться того-то, да, там, встретить родственника, создать родословную, обнаружить что-то интересное. Ну, вы видите, на самом деле, в ходе самого проекта, как это работает. Инструмент работы с журналистами, это база СМИ, которую вы можете для себя составить, у кого, у кого вообще в чат плюс аните, у кого есть вообще такая вещь, как база СМИ, с которой они работают. Есть у кого-нибудь? Рассылка журналистов, журналистов, ага, раз, два, три, четыре, четыре человека. Я знаю, что тут у кого есть. так у меня тут пролисталось. Вот, у кого нету и у кого есть, всегда не лишнее напомнить, да, на себя можно составить такую простенькую табличку из нескольких буквально ярусов. Название СМИ, его специфика, да, например, это может быть газета о здоровье, газета о спорте, там, портал о Каргополе, да, кто читает, слушает, смотрит, то есть целевая аудитория, газета для молодежи, газета для жителей определенного района, газета, которую в основном читают, там, допустим, работники на какого-то учреждения, человек, с которым мы в этой газете контактируем, то есть кто-то и должность, да, контакты этого человека и дополнительная информация о том, кто, о том, как, например, лучше с ним работать, да, о том, что, например, вы знаете, что газета выходит по понедельникам и там верстается, допустим, я не знаю, ночью субботы, и, соответственно, если вы хотите туда попасть, то вы там должны к четвергу прислать свой материал. То есть вот такие вот моменты. Это очень простой инструмент, его достаточно один раз составить, и дальше вы уже просто выбираете. Вот вам нужно привлечь, допустим, людей старшего возраста к проекту, опа, выбираете из своего списка газеты, которые читают, в основном, там, люди старшего возраста, или там радио, которое они слушают, и вы так сразу отправляете. Отправили, позвонили, если вам никакого ответа не пришло, уточнили, там, как работать, что поправить, ну, только без, да, как бы, без таких, знаете, что, почему вы не опубликовали, почему вы мне не ответили. Да, уточнить, это особенно хорошо, когда вы посылаете какие-то, если вы работаете на местах, да, как правило, в маленьких городах все друг друга знают, и все там могут пообщаться, да, если вы, например, отправляете уже свой текст, из, например, из периферии к нам, сюда, да, правду севера, например, решили отправить, из Мизени, да, то можно позвонить туда, спросить, вот вы получали ли вы наш текст, мы бы вот хотели рассказать о нашем проекте, может быть, что-то нам нужно поправить в тексте, может быть, есть какой-то человек, который занимается там регионами у вас, не могли бы вы подсказать с кем, и так вы получаете еще одного дружественно настроенного к вам журналиста, который расскажет не только о проекте, но и потом будет рассказывать о том, что вы делаете, а это, согласитесь, важно, когда вы не просто учреждение на месте, а известное учреждение на месте. Особенно это важно для тех, кто работает с грантами, конечно, это вот для некоммерческих, некоскоперсных организаций, которым, кроме, как грантового финансирования, никакого нет, вот это прям must have, как говорят. План событий для СМИ, это тоже ваша внутренняя вещь, у вас, у омбуков точно есть, да, как бы график, когда что проходит, вот, можно составить, вот он, 12 месяцев и 31 день, вы просто ставите в этой сетке, что у вас, какие у вас есть события, что у вас будет, и будете примерно, имея такую сетку перед глазами, будете знать, о чем можно рассказать журналисту. Если, опять же, один раз вы для нее, для себя такую сделаете, сведете по организации в целом, то, прямо, оно будет очень хорошо. Во-первых, это понятно вам, когда нужно маякнуть журналистам, а во-вторых, если у вас есть эта сетка в доступе, то есть, если какие-то невнутренние события, то люди смогут, если вы ее выкладываете в открытый доступ, то людям будет удобно не ориентироваться. Один из, да, работаем мы в основном с журналистами по пресс-релизам и пост-релизам. Не надо путать пресс-релизы, пост-релизы со статьей, новостью, с постом в соцсетях и с какой-то еще формой работы. Это пресс-релиз и пост-релизы такие прям формы самые скучные оповещения о том, что мы делаем. Есть правила оформления, которые работают в основном для пресс-релизов и пост-релизов. Это, во-первых, одна страница, а четвертая 14-м шрифтом на бланке организации, с логотипами, если они есть. Это классика. Почему одна страница? Потому что слишком длинные пресс-релизы и пост-релизы читать тяжело. Если вы отправляете в редакцию СМИ свой пресс-релиз, вы должны понимать, что, может быть, сегодня, конечно, у журналистов спокойный день, и он прочитает ваши 2-3 страницы, а может быть, сегодня в редакцию только у кого-то еще звук заикается? Видимо, всем остальным более-менее отслышно. Ага, спасибо, Надежда. А если в редакции завал, то читать двухлистный, трехлистный, развернутый, с полетом поэтической мысли пресс-релиз никто не будет. Обязательно должна быть дата написания пресс-релиза или пост-релиза в уголке сверху, именно дата написания его. Внутри у вас будет зашита дата самого мероприятия. И вы пресс-релиз и пост-релиз присылаете не один раз иногда, а вы можете присылать его за две недели, потом за неделю, потом повторить за один-два дня. То есть, если, конечно, вам не ответили уже, что да, мы взяли в работу, не перезвонили, не связались с вами. Обязательно в пресс-релизе вы должны написать, ответить на вопрос, что, где и когда произойдет. Почему? Потому что, кстати, это вот есть такой момент, что, где, когда, который характерен не только для пресс-релизов, но и вообще для призывов, для каких-то текстов, которые встречаются очень часто в сети интернет, когда мы рассказываем о том, что что-то у нас происходит, что нам нужна помощь, но мы не говорим, что конкретно нам нужно, ну, только в общих чертах, например, соберемся, но в обдук, вера, где мы будем встречаться, и где происходит мероприятие, и когда, во сколько. пресс-релизе обязательно должно быть. Дальше, значит, место и время, дата, и начало, и конец желательно, если вы знаете, когда закончится мероприятие. Точное название события обязательно, то есть, что это, конференция, встреча, круглый стол, что происходит, и так, чтобы потом журналист мог взять, скопировать это название. Особенно, конечно, грустно, когда названия очень большие, многоярусные, написаны, набраны капсом. Очень грустно. Я говорю, как человек, которому приходится работать с пресс-релизами, когда оно набрано капсом и состоит из 12 слов, очень потом грустно это все перебивать обычным шрифтом. Можете выделить жирным сформатировать. Да, вот, пожалуйста. Дальше, ключевые участники, полные имена и фамилии участников, с отчествами, если нужно. Мы уже об этом говорили. Что это за люди? Если это эксперты, которые приезжают из других регионов, расскажите о них. Можете там две-три строчки дать о том, чем они занимаются. Если это персона, известная представитель администрации, то должность, дать, в общем-то, контакты, дальше идут контакты организаторов, то есть после того, как вы рассказали о том, что это такое, кто в этом участвует, или человека, который ответит на все вопросы журналистов. Этот человек должен быть готов отвечать, он должен знать о том, что он отвечает на вопросы и о том, что его контакты даны в пресс-релизе. Это электронная почта или телефон. И если есть особенности посещения, аккредитация, свободный вход, закрытый вход, ограниченное количество мест, регистрация, об этом тоже нужно указать в пресс-релизе. Вот это обязательно. медиаплан. А, это не медиаплан, это у нас отчет, кусочек из отчета. Тут мы видим две таблички верхние для представителей конкурса «Активное поколение», нижние для представителей конкурса «Культурная мозаика». Это то, о чем вы будете отчитываться. оно у вас будет в «Активное поколение» уже могли вывести форму договора содержательного отчета и найти эту табличку с Татьяной. Татьяна об этом говорила. Это то, это форма отчетности о том, как вы поработали со СМИ. Мы вас не обязываем 10, 20, 30, 40 публикаций делать, но мы настоятельно вас просим, с кого-то даже требуем, чтобы вы вели мониторинг того, что о вас публикует, особенно, когда речь касается ваших местных изданий. Если по Архангельской области я, допустим, могу пробежаться и понять, то для Вологды, Пскова, Мурманска, Калининграда, Ленинградской области мне уже тяжелее работать и настоятельно рекомендуется, чтобы вы тоже не забывали о том, что у вас есть такой индикатор, как упоминаемость вашего проекта в СМИ. Для активного поколения вы пишете порядковый номер публикации, наименование СМИ, дата публикации или выхода сюжета, заголовок, ссылка на электронную публикацию, если есть. Не нужно присылать сканов бумажной печатной публикации, не нужно. Тем более, не нужно их распечатывать и присылать. Не нужно делать скриншотов, просто ссылочку. Если нет электронной публикации, пишите выходные данные издания газета «Шуконская звезда», выпуск пятый от 3 июля, страница 7-10. Мы вам верим. Для культурной мозаики это дата, ресурс, потому что ресурсом является, кстати, активное поколение тоже может этим пользоваться, информационным ресурсом является не только СМИ, мы дальше поговорим, что еще есть, автор, потому что, как правило, часто авторы проектов сами пишут какие-то новости, бывают такие случаи, бывают, что очень даже хорошо пишут. Заголовок и ссылка. Следующая часть это работа с социальными сетями. То есть, когда у вас у кого-то несколько месяцев, у кого-то год проходит проект, вы о нем рассказываете в социальных сетях. Самый простейший инструмент работы с социальными сетями это контент-план, который вы тоже садитесь для себя и составляете. Его можно составить на неделю, на месяц, на день, хоть на несколько месяцев и работать с ним. То есть, контент-план представляет из себя вот такую здравствуйте-табличку, в которой вы отмечаете, во сколько в социальной сети и что вы опубликуете. В социальных сетях есть еще возможность на таймер поставить новость, то есть, вообще сесть, в понедельник, я так делаю, в понедельник сажусь, когда мне нужно регулярно что-то рассказывать, и подвешиваю на таймер, кто разбирается хорошо в социальных сетях, понимает, ученые, да, можно навести и показать. Подвешивайте, ставите время выхода публикации и забывайте о ней. Если вы не очень хорошо пользуетесь социальными сетями, то пользуйтесь контент-планом. Он у вас тоже должен быть перед глазами, вы понимаете, например, что в понедельник в 10 утра вы выкладываете фотографии с мероприятия в социальную сеть ВКонтакте. В 14, ну, это не все так страшно, да, то есть, не обязательно вот эти вот 3-4 раза в день, да, это, в 14.00 вы репостите статью, которая у вас вышла, в 18.00 вы вешиваете расписание занятий, да, в 22.00 видео. Во вторник в 12 вы поздравляете человека с днем рождения и юбиляра в рамках вашего проекта, в 4 часа вы выкладываете хаталенту, в 20.00 изменение в расписании. То есть, работая по этим, по этому плану, вы себе облегчаете жизнь, вам не нужно придумывать, что вы будете делать и вы в социальных сетях готовите тех, кто их навещает, потому что у вас есть регулярное обновление. Если ваши потенциальные клиенты через социальные сети узнают о проекте, да, вот, например, там, о занятиях, об изменении в расписаниях, то тогда вы должны вот эту вот информацию всегда в одно и то же время наставлять, чтобы они понимали, что если они зайдут в 18.00 в ленту, они увидят, изменилось ли что-то в расписании. Журналисты тоже, кстати, частенько мониторят социальные сети на предмет того, есть ли какие-то интересные информационные поводы и уже поглядывают, что у кого можно спросить. Поэтому не забудьте в социальных сетях вывешивать контакты человека, с которым можно поговорить, если вдруг журналисты что-то заинтересуют или к кому можно вообще обратиться за каким-то проектом. Так, я не буду сейчас подробно останавливаться на каких-то других вещах с социальными сетями насчет тегов, насчет написания текстов для социальных сетей. Это все уже в рамках некоторых проектов проводим вебинары и встречи, на которых учим писать тексты для социальных сетей. И здесь проще мониторить сайт, потому что у нас на это времени нету. Это большой такой длинный разговор о том, как правильно писать в соцсетях и как успешно писать. И зачем? С какой целью можно писать? Что вы можете публиковать в социальных сетях? Вы можете публиковать новости о проекте, фотоленты, видео, мнения, отзывы, инфографику, какие-то цифры, если у вас есть интересные, вы можете полученный продукт там оставлять. Это касается различных проектов, которые создают медиапродукты. Вы можете репостить сообщения СМИ, вы можете делиться впечатлениями, вы можете писать в социальных сетях советы для участников, вы можете выражать благодарности, вы можете поздравлять, вы можете писать важную информацию по проекту не только для волонтеров, для партнеров, для бизнеса, все что угодно. Если вы журналистам рассылаете только события, которые могут являться им по поводу, в социальных сетях вы можете работать с огромным количеством материалов. Площадка для работы, завершающая такие вещи, где вы можете выступать и рассказывать о себе. в социальных сетях, в электронных СМИ, на порталах администрации и местного ТИЦ, это касается проектов связанных с туризмом и культурой, на сайтах своей организации, на сайтах организации партнера, то есть, допустим, если вы сотрудничаете с какой-то мастерской, у которой есть свой сайт, они могут разместить информацию о вас на своем сайте или баннер, сообщения в печатных СМИ, радиотелевизионных СМИ, стенды и информационные доски, такие физические носители, и вы можете выступать на круглых столах, заседаниях рабочих групп и конференциях. То есть, на самом деле, способов и поводов рассказать о проекте о любом очень большое количество. Поэтому я надеюсь, что вы не будете молчать и не будете говорить о том, что вам не о чем рассказывать, не о чем заполнять ленту, и поверьте, если вы начнете это делать и проделать это хотя бы с одним проектом в рамках нашего конкурса, вы увидите значительный эффект, что касаемо узнаваемости, что касаемо того, насколько легко или сложно втянуть в вашу работу людей, прикрепляющих к себе партнеров. Но может, тогда, когда вас никто не знает, вас никому нет, ни друзей, ни партнеров. У нас будет отчет, вы прикладываете к ним в разных комплектациях материалы. Это 10 фотографий обязательно. Очень хочется, чтобы это были интересные фотографии. То есть, не просто вырос, садили участников проекта в ряд и сфотографировали их. Это очень скучные однотипные фотографии, и можно даже перепутать один проект с другим. Поэтому постарайтесь, чтобы это были живые фотографии, чтобы на этих фотографиях мог засветиться логотип проекта или логотип конкурса. Очень интересные были проекты в Калининградской области, в Гвардейске, где у ребят, волонтеров проекта были футболки проекта, и они в них здорово смотрелись, и они водили людей по музею, и фотографии были посвящены тому, как работают эти волонтеры. Они были очень живые, очень интересные, очень забавные. В общем, вот такие вот. Это могут быть фотографии не обязательно с финального мероприятия, отчетного концерта. Это очень классно, когда это фотографии с репетицией, когда это фотографии, где люди смеются, улыбаются. Но прежде чем прислать фотографии, спросите, если вы, не знаю, сомневаетесь, что вы интересуетесь у людей, чтобы им фотографии нравились. Потому что, когда вы будете присылать фотографии пострелиза, мы будем публиковать и в социальных сетях. Будет хорошо, если люди, которые на этих фотографиях запечатлены, будут себе нравиться. Чтобы они потом не говорили, что вот вы некрасиво меня отправили. Если у вас есть видео или большие массивы фотографий, не надо присылать их на почту напрямую, заливайте их на файлообменники. Если вы не знаете, что такое файлообменники, напишите, я объясню, что такое файлообменник. Потому что у нас ограниченная пропускная способность почты, почта корпоративная. Мы не принимаем огромные массивы, они застревают. Более того, они закрывают нам шлюз, вот эта серьезная ситуация пробки, входной. То есть, не только нашей почте, но и организации, которая нам эту почту обеспечивает. И реально они застревают, как пробка. И если вы в 15.00 нам своим тяжелым письмом закрыли шлюз, то все, что придет после 15.00 будет упираться вот в это письмо. А когда мы, наконец, поймем, в чем дело и вытащим ваши файлы, то все письма, которые были после них, будут приходить по 10-15 раз. То есть, мы будем умирать и грустить от этого. Проще залить на файлообменник. Всем проще. Не нужно присылать сканы статей. Нам все равно идти некуда. Мы вам верим. Вы нас не обманете. Не нужно печатать фотографии. Не надо. Это лишнее. У меня, лично у меня, всегда сердце кровью обливается, когда я вижу напечатанные фотографии, потому что это... Вот нам их некуда девать. Раньше мы делали с ними что-то, составляли. Сейчас все больше у нас на электронные различные макеты, книги, флитбук и информбилюсей мы переходим, и нам нечего делать с бумагой. И это макулатура, которая могла бы вам послужить. И это деревья, которые могли бы расти. Ну, то есть, не нужно делать лишнего. А отзывы, если пишут о проектах, а у нас есть такая графа отзывов участников проектов, то пусть это будут развернутые отзывы. Не вот это, все было хорошо, спасибо. Мы понимаем, что все было хорошо, спасибо. Будет классно, если вы попросите кого-то рассказать, что было важно, за что спасибо, что было классно. И расшифруете инициалы этого человека. Новости о проекте нужно присылать актуальные. И желательно мне, мне лично, присылать пресс-релизы, пост-релизы и новости о проекте. Потому что я работаю в том числе с различными информационными нашими картерами. И в ваших новостях есть шанс оказаться где-то в каких-то еще лентах, кроме ваших мест. В общем-то, на этом у меня все. Дальше я могу ответить на вопросы по информационному сопровождению не по бухгалтерии, а по итоговым отчетам немножко могу рассказать. Если вопросов нету, то я напоминаю, что вам приходят договоры, что в договорах есть приложение, что приложение это неотъемлемая часть договора, все приложения неотъемлемая часть договора. Подписывать надо везде, где есть место для подписи, присылать надо все, а те, кто живет далеко и присылает нам сканы, должны присылать сканы всех приложений договора, это важно. Если у вас есть еще какие-то вопросы, если вы не уверены в том, что вы присылаете и как, то вы можете написать Татьяне или позвонить нам. Культурный мазайтик, как часто делать отчеты? Информационные мы обговорим. Я отдельно напишу, у вас 10 проектов, обычно я запрашиваю за месяц-два. Все зависит от того, какая у нас информационная стратегия. Потому что с культурным, с активным поколением мы немножечко более свободны в этом. Присылается итоговый отчет, ну и я иногда спрашиваю, что у вас происходит, и запрашиваю календарный план. Иногда я звоню и говорю, а я хочу к вам приехать. Или к вам кто-нибудь другой хочет приехать. заводить страничку в соцсетях специально для освещения проекта? Нет. Как правило, в соцсетях есть какие-то уже странички учреждения или странички местности. Поэтому специально я сказала в самом начале нашей встречи, что отдельно заводить страничку под проект не надо. Вы свой проект можете освещать на страничке в соцсетях вашей организации. На сайте можете освещать. наличие группы в Фейсбуке или ВКонтакте вашей организации это бонус для самой организации. Поэтому если ее нет, то лучше бы она была. Потому что социальные сети сейчас смотрят кроме сайта. И потом в социальных сетях вы можете общаться с людьми. А на сайте это тяжелее делать. Перед каждым мероприятием, ну перед каждым важным мероприятием, Ольга, потому что перед каждым занятием, которое у вас например, два раза в неделю не нужно присылать пресс-релиз. А вот если у вас есть какие-то яркие события внутри проекта, то для меня нужно присылать их перед каждым ярким событием. Какой файлообменник лучше использовать? Посмотрите, какой прикреплен к вашей почте. Есть Яндекс. Диски, мейлы облачные, можете использовать Dropbox, мы так или иначе вытащим с любого. То есть у нас Google Диск, ну, любимый у Татьяны, любимый Google Диск. Нет? У меня Google Диск, у многих, кстати, кто пользуется Google, есть Google Диск, он такой распространенный, но, в общем-то, мы вытащим из любого, вы главное пришлите. Не используйте только, знаете, такие свободные файлообменники, завирусованные. То есть используйте тот, который привязан к почте или к поисковику. То есть мейлы, Gmail, Яндекс, хранилища, вот эти. Dropbox. Свободные не нужны. С ними можно вытащить вместе с ними очень много других сюрпризов. Да? По культурной мозаике объясняю. У нас кроме... Ну, то есть культурной мозаике немножечко другая форма работы с информационной составляющей, поэтому здесь мы уже будем ориентироваться в момент начала. Календарный план скульптурной мозаики я тоже запрашиваю. Да? Календарный культурной мозаики прислали на конкурс разбивку по траншам. То есть какую выясню в первом транше можно рассказать? Для тех, кто у нас к конкурсу культурная мозаика относится, Татьяна просит передать, чтобы вы прислали ей разбивку по траншам. То есть разбейте суммы ваших грантов, они у вас большие, какой вы хотите в первом транше получить, какой вы втором. Какие вам нужны, то есть насколько вы рассчитываете для первого транша и реализации первого кусочка проекта, и какой на второй. Это будет очень удобно для составления с вами договора. Календарную разбивку по периодам и посредствам. Какие-то еще вопросы? Нету предпочтений по социальным сетям, то есть неважно в Фейсбуке вы работаете или в ВКонтакте. Совершенно ваш контактный номер телефона. Наш контактный номер телефона вообще в почте у вас есть, Алена, 206510. Он прикреплен к почте Татьяны и к нему. Все получится у вас, Ольга, я уверена. Я обязательно постараюсь приехать в гости. Я люблю ездить по проекту и рассказывать людям о том, что я вижу. Так, Татьяна, что-нибудь еще? В общем, первый транш надо рассчитать до 29 декабря, чтобы у вас будет транш. Первый транш рассчитываете представители культурной мозаики будет 29 декабря. Вы его должны до 29 декабря потратить. Вот, ну, ждем от вас документов, а от активного поколения ждем договорчиков. Вам уже отправлены всем. О транших рассказать вам. Я могу, знаете, что сделать? Я могу Татьяна, вы можете рассказать о транш. Я могу еще задать Татьяну, она расскажет о транших. Татьяна, камера сбоку, у меня ушки. Здравствуйте. Очень удобно, когда находишься в одном кабинете с коллегой, который ведет вебинар, можно подключиться и сразу немножко рассказать. Что касается транш, это про культурную мозаику. Так как у вас большая сумма финансирования, там, некоторых до 700 тысяч рублей, у вас будет промежуточный отчет. Промежуточный отчет вы должны выйти мне прислать до 31 января 2018 года. Соответственно, я вас сейчас прошу разбить вашу сумму, общую сумму на два транша. То есть, какая сумма вам необходима на первый этап реализации, по которому вы должны будете мне отчитаться 31 января, а потратить сумму до 29 декабря 2017 года. Ну и, соответственно, остаток средств идет на второй транш, на вторую часть вашего договора. Так, что у нас, какие? Вот я уже сказала про отчетности, то есть, в культурной мозаике у активного поколения как таковой промежуточной отчетности нет, но по запросу она может появиться, то есть, если будет запрос от фонда Тимченко либо от нас, то есть, она может появиться, но обязательной договора нет. В культурной мозаике отчетность промежуточная есть, и она будет, еще раз повторюсь, вы должны будете мне ее прислать не позднее 31 января. Средства, то есть, по первому траншу. Первый транш вы должны будете потратить до 29 декабря 2017 года. я уже ответила отлично. Поэтому рассчитайте, какая сумма вам необходима на первый этап реализации вашего проекта, чтобы вы ее успели потратить и вам хватило этой суммы до 29 декабря пришлите мне на почту. Большая просьба обозначить, от кого это придет письмо, от какого проекта и так далее, чтобы я опять же не потерялась и не запуталась в наших с вами договорах и проектах. Все, ну вот, если вопросов по траншам нет, были вопросы по траншам, все, тогда я с вами могу проститься, передать уже, наверное, что кончатное слово. все, Настя говорит, она уже все сказала. Да, ну, мы тогда с вами прощаемся, до новых встреч. Настя, да, и когда будут договоры? Это по культурной лазарике, если договоры? Договоры будут в самое ближайшее время, как только у нас будет согласован бюджет с фондом Клинченко. Ну, договоры у меня уже на самом деле подготовлены, уже мы подготовили, они у меня лежат. Вот, мы ждем только сигнала, но я думаю, что мы отправим их до конца этого месяца, надеюсь, что мы их отправим. Все, да? Все? Ну, все, если что, в любом случае, если что-то сейчас не поняли, не узнали, звоните, будем общаться, будем отвечать на ваши вопросы. Пишите, звоните. Все, еще раз благодарю за внимание, спасибо, что вы были сегодня с нами, надеюсь, не последний раз, да, и до новых встреч. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Спасибо. Игорь Негода. Спасибо. Игорь Негода. 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 Игорь Негода.